Украинский кризис не может не волновать страны Восточно-Азиатского региона. Причем у каждой из этих стран своя позиция по данному вопросу. Так, Китай заявляет, что выступает в целом за мир и стабильность и желает скорейшего прекращения военных действий. На прошлой неделе председатель Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что основная позиция Пекина по украинскому вопросу заключается в содействии к примирению переговорам. Между тем, у южнокорейского лидера нет собственной политики по отношению к российско-украинскому конфликту. Позиция Сеула – результат дискуссий с международным сообществом. Заявил Юн Сок Йоль в ходе государственного визита в США. Повестка была достаточно насыщенной. Таким же обещает стать и первой за последние пять лет визит премьер-министра Японии в Южную Корею. Фумио Кишида встретится с лидером Республики Корея уже на следующей неделе. У меня был долгий и содержательный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Я полагаю, что этот разговор, а также назначение посла Украины в Китае придадут мощный импульс развитию наших двухсторонних отношений. Пекин направит в Украину посланника для обсуждения возможного политического регулирования российско-украинского конфликта. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в долгожданном телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Между тем, в официальном заявлении МИД Китая о состоявшемся звонке России никак не упоминается. Вовлеченные стороны призывают серьезно задуматься об украинском кризисе и совместно изучить пути обеспечения прочного мира и безопасности. Китай не составал украинский кризис, не является стороной конфликта. Как постоянный член Совета безопасности ООН и ответственная держава, Китай не наблюдает со стороны, не подливает масла в огонь, тем более не наживается на этом кризисе. Именно так Си Цзиньпин охарактеризовал позицию официального Пекина. По его словам, китайская сторона ведет себя достойно и честно. Судя по официальным комментариям украинских официальных лиц, китайские предложения к мирному урегулированию по Украине, они нашли понимание в офисе президента. И они сегодня воспринимаются украинской стороной как основа для возможного диалога. Поэтому мне кажется, что этот звонок был успешен в этой части. И решение о назначении посла Украины в Китае и решение о назначении специального представителя Китая по мирному урегулированию являются маркерами успеха этих переговоров. Китайская позиция и китайские предложения в Киеве готовы их рассматривать, понимая статус Китая и его возможности в участии в мирном урегулировании. Я думаю, что только у Китая, как страны, которая соблюдает действительный нейтралитет в этой войне, есть реальные шансы начать говорить о мире, начать мирный переговорный процесс. И этот процесс, безусловно, будет длительным и сложным. Безусловно, пока все стороны очень далеко от написания конкретного плана мирного, с датами, обязанностями сторон. Но вырабатывать принципы, выработка принципов этого диалога и выработка моделей будущего мирного урегулирования вполне сегодня по силам китайской дипломатии. А главное, что Украина готова прислушаться к этим предложениям. Звонок, который стал первым контактом между Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским после начала украинского кризиса, приветствовали на Западе. Кремль, тем временем, поддерживает любые шаги, которые могут поспособствовать скорейшему регулированию конфликта. Некоторые эксперты сходятся во мнении, что Китай хочет продолжить продвигать нарратив о миротворческом посредничестве телефонного разговора лидеров КНР и Украины. Популярнее же мнение, что размах поднебесный куда больше. Ведь Китай предоставляется возможность выступить медиатором на глобальном уровне и показать, что именно он является ведущим государством в международных процессах. Роль, которую, кстати, КНР выполняет не в первый раз. Что кроется за дипломатическими инициативами Китая и каковы же их шансы на успех, обсудим со специалистом по международной стратегии Эндрю Люнга. Здравствуйте, мистер Люнг. Какое значение, по вашему мнению, имеет телефонный разговор между президентом Зеленским и председателем СИИ? И как проявить себя Китай в урегулировании российско-украинского конфликта? Каковы перспективы у Пекина как медиатора, учитывая недавний и крайне успешный опыт в налаживании отношений между Ираном и Саудовской Аравией? Не забудьте помнить, что именно Зеленский обратился с просьбой связаться с президентом СИИ. Но что это значит? Зеленского усиленно поддерживает Запад, всячески помогая Украине. Соединенные Штаты преследуют свои цели. Это ослабление России и Китая. Москва же не намерена отступать, потому что не только сама война, но и санкции, принятые Западом, являются угрозой для существования России. Однако теперь Зеленский предлагает наладить диалог с Си Цзиньпином. Потому что война уже продолжается больше года, и большинство союзников НАТО устали. У них заканчиваются боеприпасы и деньги. Люди в странах НАТО страдают от инфляции и энергетического кризиса. В США имеются свои внутренние проблемы. На носу президентские выборы, а с инфляцией борются постоянными завышением процентных ставок. Это очень плохо для экономики. Если это плохо для экономики, то в преддверии выборов плохо и для президента Байдена. Поэтому можно предположить, что они хотят окончания войны. Но исключительно на своих условиях. Тем не менее, Владимир Зеленский решил обратиться к Китаю с приглашением посредничества. Китай же не хочет войны. Она негативно сказывается на экономике страны. Ведь если другие страны оказываются под экономическим ударом, то страдает экспорт Китая. США же сводит Китай и Россию, объявляя их своим заклятым врагом. Даже до войны Россия и Китай были взаимосвязаны. Россия – самый крупный экспортер энергетики. А Китай – самый крупный покупатель. Стоит помнить, что между двумя странами имелись и достаточно спорные вопросы. В свое время возник вопрос Сибири, хотя отношения государств с тех пор и наладились. Но факт остается фактом. Президент Си Цзиньпинь ведет Китай потенциальным посредником. Что положительно скажется на мировой репутации КНР. Природа же мирного соглашения зависит от ситуации на фронте. В настоящее время в ключевых городах Украины продолжаются сражения. Если последствия войны окажутся катастрофическими для Украины, то она будет более склонна к мирному соглашению. Также и наоборот. Запад сможет выдвинуть свои условия, потерпевшие поражение России. Если война завершится при нынешнем раскладе, то это невыгодно для НАТО и союзников. При этом весь остальной мир измотан затянувшимися сражениями. Поэтому на голосованиях в ООН мало кто присоединяется к предложенным США санкциям по отношению к России. В этом случае Китаю выгодно играть роль посредника, как в ситуации с Ираном и Саудовской Аравией. Дипломатические отношения между двумя странами наладились при непосредственном вмешательстве председателя КНР Си Цзиньпина. А какова роль шанхайской организации сотрудничества в уравновешивании баланса сил между Китаем и Западом? Ведь не так давно в Нью-Дели глава внешнепоэтического ведомства России пригласил коллег из шанхайской организации сотрудничества принять участие в очередной конференции по международной безопасности в Москве. Кроме того, министры обороны России Сергей Шойгу и КНР Ли Шиньфу на полях совещания глав военных ведомств стран-участниц ШОС обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Шанхайская организация сотрудничества была основана Россией и Китаем после террористических атак на Ближнем Востоке. По этой причине нет ничего удивительного в том, что состоялась встреча между председателями внешнеполитических ведомств двух стран. Организация развивалась в определенный блок, возглавляемый не только Россией и Китаем, но и странами Центральной Азии. Некоторые из этих стран, как Таджикистан и Туркменистан, не имеют выхода к путям водного сообщения. Эти страны богаты минеральными ресурсами. Однако отсутствие выхода к морю не позволяет им осуществлять экспорт. А это единственное, что они могут сделать, потому что в этих странах не разрабатывают телефоны и другую технику. Этого не позволяет инфраструктура, ведь многие из них были заперты в нищете. И вот появляется Китай, который соединяет эти страны со всем остальным миром, создавая возможность экспортировать свои ресурсы. Следовательно, экономика и жизнь населения улучшается. С тех пор все больше соседних стран присоединяются к ШОС, потому что другие страны не хотят быть обязанными перед США. Многие не хотят следовать американскому инструктажу. Среди них не только страны Центральной Азии и Среднего Востока, а также Латинской Америки и Африки. Потому что подход Америки к внедрению своего влияния в развивающиеся страны отличается от китайского. США вкладывается в коммерческие компании и проекты, которые в дальнейшем окупят инвестиции. Тем временем Китай строит больницы, школы, дороги. Если хочешь помочь голодному, дай ему удочку, а не рыбу. Именно такого принципа придерживается Китай. Благодарю, мистер Люнг. До звонка между китайским и украинскими лидерами избрания Китая в нейтральной позиции сильно критиковали на Западе. Тот факт, что Поднебесная изначально заявляла о том, что готова выступить в роли посредника в российско-украинскому регулировании, не принималось во внимание. Однако осуждать изначально действительно нейтральную позицию Южной Кореи по этому вопросу в Белом доме не стали. Выступая в Гарвардском университете на пятый день государственного визита по случаю 70-летия Союза США и Южной Кореи, президент Юнсок Ёль заявил, что у Республики Корея нет самостоятельной позиции по отношению к событиям в Украине. Поэтика Сеула в этом вопросе – результат дискуссии с международным сообществом. Ранее южнокорейский лидер заявил, что внимательно следит за ситуацией в Украине. И власти страны примут соответствующие меры с целью поддержания международных норм и международного права. Одним из вариантов, которые были рассмотрены Юнсок Ёлем – возможность поставок в Украину боеприпасов и боетехники. Потенциальные поставки оружия Киеву Сеулом будут косвенно означать вовлеченность в конфликт. Об этом не так давно журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Кардинально нового в этом ничего нет. И в плане санкций и так далее. К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественная позиция во всей этой истории. Это продолжение. Конечно же, начало поставок вооружения будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт». Однако, согласно информагентству «Рёнхаб», которое приводит слова представителя южнокорейского лидера, Юнсок Ёль и его американский коллега Джо Байден не обсуждали военную помощь Украине во время саммита. Или, иными словами, украинский вопрос был упомянут очень кратко. «Мы говорили о том, как увеличиваем гуманитарную помощь, финансовые взносы и невоенную поддержку Киева. Мы сказали, что примем участие в обсуждении восстановления Украины в сотрудничестве с Соединенными Штатами. Помимо этого, не было никакого обсуждения прямой военной поддержки. Это далеко не единственное, что можно почерпнуть из визита президента Южной Кореи в США». Последний визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в США является историческим в стратегическом партнерстве между Сиулом и Вашингтоном. Заявление, с которым выступил президент Юн перед совместным заседанием Конгресса, стало важной вехой межгосударственного сотрудничества. Нынешняя администрация США уделяет особое внимание этим двусторонним отношениям, учитывая угрозу, которую представляет КНР для безопасности и внешней политики Вашингтона. Военные учения вокруг Тайваня являются угрозой для демократического миропорядка. В США проживает многочисленное сообщество американских корейцев, которые охватывают львиную долю национальной экономики. Мы также впервые избрали двух председателей этого сообщества в Палату представителей США. У дипломатических отношений между США и Южной Кореей яркое будущее. Визит южнокорейского лидера в США запомнился также более непринужденным эпизодом. Во время официального ужина в Белом доме президент Юн Сок Ёль упомянул, что еще в школе песня «Американский пирог» была его любимой. В ответ Джо Байден попросил услышать его исполнение. Встреча Юн Сок Ёль с Джо Байденом не осталась без внимания КНР. «Великая победа в войне по противодействию агрессии США и оказанию помощи Корее важна как для Китая, так и для всего мира», заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Майо Нин на брифинге для прессы в Пекине. Майо сделала это замечание в ответ на вопрос о выступлении президента Южной Кореи Юн Сок Ёль в Конгрессе Соединенных Штатов, в котором он упомянул, что первая дивизия морской пехоты США добилась чудесных успехов в битве со 120 тысячами китайскими солдатами у озера Чанзинь в 1951 году. «Великая победа в войне по противодействию агрессии США и оказанию помощи Корее имеет высомое и далеко идущее значение как для Китая, так и для всего мира. Она сообщает миру железные факты о том, что любая страна или любая армия, которые противостоят тенденции исторического развития, запугивают слабых силой, проводят реакционную политику и стремятся к экспансии агрессии, неизбежно окажутся разбитыми. Мы надеемся, что соответствующие страны будут делать больше того, что способствует миру и развитию во всем мире. Они повторят своих ошибок». Напряжение отношений между Республикой Кореи и Китайской Народной Республикой наблюдается во второй раз за неделю. Ранее Министерство иностранных дел Сеула вызвало посла Китая Син Хаймина, чтобы выразить решительный протест против реакции Китая на высказывание Юна в интервью агентству Reuters, заявив, что он выступает против любых попыток силой изменить статус-кво в отношении тайваньского вопроса. В связи с этим Китай выразил возражение. На очередном брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Венбинь заявил, что Китай решительно предложил Южной Корее провести переговоры как в Пекине, так и в Сеуле по поводу ошибочных замечаний, сделанных по тайваньскому вопросу. После интервью в КНР заявили, что не позволят другим вмешиваться в тайваньский вопрос, призвав в Сеул придерживаться политики одного Китая, заявив, что этот вопрос является внутренним делом. Возвращаясь к визиту Юн Сок Йоле в США. Президент Республики Корея выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США. В прошлом году южнокорейский лидер, забыв про включенный микрофон, назвал американских конгрессменов идиотами за то, что те отказались выделять деньги на ряд гуманитарных проектов. Сейчас, выступая в Конгрессе лично, Юн Сок Йоле был в самоздержанность. Сеулу нужна помощь для противостояния Северной Корее, поэтому и в Конгрессе теперь сидят только друзья. Нам нужно ускорить трехстороннее сотрудничество Южной Кореи, США и Японии в области безопасности, чтобы противостоять растущей ядерной угрозе со стороны Северной Кореи. Вашингтон согласился периодически размещать американские атомные подводные лодки в Южной Корее и привлекать Сеул к планированию ядерных операций. Взамен Южная Корея зареклась не разрабатывать собственное ядерное оружие. Также президенты США и Южной Кореи заявили о своей поддержке идеи единого, свободного и мирного корейского полуострова в совместном заявлении, поднимая вопросы о том, какую роль, по мнению союзников, будет играть правительство Ким Чен Ына, если такое будущее осуществится. Тем временем влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына нанесла ответный удар к ключевому соглашению, заключенному между США и Южной Кореей, заявив, что оно только ухудшит безопасность. Она раскритиковала президента Джо Байдена за его заявление о том, что любая ядерная атака против США и их союзников приведет к падению северокорейского режима. Однако визит президента в Юна в США способствовал улучшению отношений с другим соседом. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен в начале мая посетить Республику Корея и провести переговоры с президентом стороны Юн Сок Йолем. Поездка, по предварительным данным, должна состояться с 7 по 8 мая. Собеседники рассчитывают обсудить некоторые двусторонние вопросы, а также региональные проблемы, в первую очередь связанные с ракетно-ядерной программой КНДР. Кроме того, Кисида намерен заручиться поддержкой Сеула в преддверии саммита G7 в Хиросиме, куда приглашен Юн Сок Йоль. Это будет первый визит главы японского правительства в Южную Корею за последние 5 лет. В феврале 2018 года предшественник Кисида Синзо Абе присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Отношения Японии и Южной Кореи ухудшились несколько лет назад на фоне обострения двусторонних споров по историческим вопросам. Однако после прихода к власти Юн Сок Йоля стороны стали предпринимать шаги для нормализации сотрудничества. В марте текущего года южнокорейский лидер посетил Токио, а министр иностранных дел Пак Чинь представил план разрешения спора вокруг компенсации жертвам принудительного труда во время японского колониального правления. Эта тема была одной из наиболее острых в отношениях двух государств. После этого Токио отказался от введенных в 2019 году экспортных ограничений на три вида материалов, необходимых для производства полупроводников. В ответ Сеул отозвал жалобу, направленную во Всемирную торговую организацию. 24 апреля Республика Корея вернула Японию список привилегированных торговых партнеров, которые упрощают процедуры, необходимые для экспорта стратегических товаров. Япония сейчас также проводит необходимые согласования, чтобы вернуть Южную Корею перечень стран, имеющих аналогичный статус. Возможно, визит японского премьера поспособствует реализации этих планок как можно скорее. Это была передача «Эхо Востока». С вами была Лили Гусейнли. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин